Всем привет! В эфире универновости, а в студии Елизавета Газизянова. Казанский федеральный университет публикует разъяснение о порядке организации образовательного процесса на период подготовки и проведения 16-го саммита БРИКС. В Республике Татарстан ведется плановая подготовка к саммиту БРИКС-2024, мероприятию мирового масштаба, которое пройдет с 22 по 24 октября в Казани. В этой работе активно задействован Казанский федеральный университет. Перед вузом встал вопрос о необходимости изменения формата образовательного процесса. При определении подхода к его организации КФУ рассматривала разные варианты, учитывая мнение студентов и их родителей. Возникшие после публикации первой информации об изменении графика образовательного процесса на период с 1 сентября по 31 октября. Важным видится соблюдение прав всех категорий студентов, в том числе тех, кто проживает в удаленных населенных пунктах, регионах и странах со слабым интернет-сигналом или не обладает всеми необходимыми техническими средствами для онлайн-обучения. Так, в 2024-2025 учебном году график организации образовательного процесса будет построен следующим образом. С 1 сентября по 17 октября установлен период теоретического обучения в формате самостоятельной работы студентов. Далее с 1 ноября 2024 года приступают к очным занятиям в полном объеме согласно программам подготовки. Согласно приказу, после завершения теоретического обучения в период с 18 по 31 октября 2024 года учащиеся будут находиться на каникулах. Данный период предусмотрен в целях гармонизации образовательного процесса и обеспечения равных условий для всех учащихся. С 1 ноября до 9 февраля учащиеся будут осваивать аудиторные занятия в кампусах университета. После сессии предусмотрены каникулы с 1 по 9 марта 2025 года. И с 10 марта по 22 июня студенты невыпускных курсов выйдут на очное обучение второго семестра. С 23 июня по 13 июля у студентов запланирована зачетно-экзаменационная сессия, а с 14 июля по 31 августа – летние каникулы. Для студентов же выпускных курсов очное обучение во втором семестре завершится 15 июня 2025 года, после чего будет проходить государственная итоговая тестация. Положения приказа были приняты с учетом мнения Первичной профсоюзной организации студентов и Координационного совета общественных студенческих организаций и объединений Казанского федерального университета. Последние звонки уже отзвучали, экзамены сданы, а это значит, что наступила приятная пора для всех представителей молодого поколения выпускные вечера. О том, как прошел один из самых важных праздников в жизни тех, кто годами шел к своей мечте выпускников лицея имени Лобачевского, расскажет наш корреспондент. 28 июня в Институте управления экономикой и финансов Казанского федерального университета состоялся выпускной вечер учащихся лицея имени Николая Ивановича Лобачевского. На открытии праздника традиционно прозвучали гимны Российской Федерации, Республики Татарстан и Казанского федерального университета. Далее, пожалуй, самый трогательный момент торжества – вальс выпускников, после которого с поздравлениями выступила Татьяна Алексеева, начальник управления общего образования Министерства образования Республики Татарстан. Дети, которые проучились несколько лет в атмосфере лицея, очень сильно отличаются ото всех остальных выпускников. Я даже могу сказать, чем. Во-первых, свободой, свободой мышления, свободой принятых решений, красотой этих решений. Не только на Олимпиадах, не только на федеральных и международных конкурсах, но и решений в отношении людей. Затем началась торжественная часть мероприятия. На сцене появилась книга почета, которую родители выпускников сделали самостоятельно. В ней разместились имена отличившихся учащихся. Как отмечают сами ребята, для них лицей стал не просто общеобразовательным учреждением, а домом. После для ответного слова были приглашены семьи и близкие. Уважаемые педагоги, мы вам очень благодарны за тот замечательный старт, который ребята получают, вступая в эти дни в свою взрослую жизнь. Мы вам очень благодарны за знание, за внимание и, самое главное, за их воспитание. Спасибо большое. Мы прошли очень тяжелые трудности вместе и гордо можем назвать себя выпускниками нашего любимого легендарного лица имени Лобачевского. Мы благодарны нашим учителям, нашему классному руководителю, нашему директору. Благодаря вашей работе и вашему труду эти годы в лицее были яркими и не забывайте. Спасибо вам за вашу любовь и наставничество. Я хочу вам пожелать в первую очередь оставаться вот такими же, как сегодня, искренними, с горящими глазами, добрыми, честными, с присущим лицем благородством вступать в новую жизнь, ну и мечтать, творить и пусть легко вам даются самые амбициозные задачи. Добрый путь! Выпускной бывает всего лишь раз в жизни. Вот именно выпускной из школы. Мы все к этому очень долго-долго шли. Все. Не только ребята, но и их наставники, их родители. Завершилось мероприятие, пожалуй, самым важным, к чему ребята стремились долгие годы – вручением аттестатов, а также награждением золотыми и серебряными медалями. Отметим, что всего в 2024 году лицей имени Николая Лобачевского выпустил 98 учащихся, среди которых 20 золотых медалистов и 24 серебряных. Лицей имени Николая Лобачевского Казанского федерального университета славится высоким уровнем подготовки своих учащихся. Профессионализм профессорско-преподавательского состава отражается и в том, что выпускники 2024 года сдали единый государственный экзамен на высокие баллы. Аделина Амдрахманова, Александр Антонов. Универ Новости. Пожалуй, каждый из нас задумывался о том, чтобы завести домашнее животное. Выбирай, как говорится, на вкус и цвет, кто сможет стать верным другом – кошка, собака, кролик или попугай. Принять решение непросто, ведь питомец всегда требует дополнительных расходов, внимания и ухода. Для того, чтобы минимизировать хлопоты, многие уверенно делают выбор в пользу черепах. Но так ли они неприхотливы, как кажется на первый взгляд? Черепахи считаются одним из наиболее интересных и древних отрядов присмыкающихся. Со временем они даже успели стать домашними животными. Преимущество в том, что их не нужно регулярно выгуливать, как собаку. Они, в отличие от кошек, не поцарапают мебель и обои, не разгрызут тапки и ботинки. А еще они не линяют. Но в любом случае им, как и любым другим животным, необходимо создать определенные условия. Иначе их жизнь окажется гораздо короче, чем на воле. Как правило, люди считают, что такие черепахи не нуждаются в каком-то специализированном уходе. Ну, казалось бы, что такого? Там, посадил ее в какой-то тазик с водой, кинул там какие-то гранулы, корма и все. Черепаха счастлива. На самом деле нет. Потому что, поскольку эти рептилии, они нуждаются в определенных параметрах среды, и этих черепах необходимо постоянно греть, для того, чтобы у них был метаболизм на соответствующем уровне. Потому что без наличия оптимальных температур, животное постепенно отказывается от корма, в нем начинаются проблемы со здоровьем, и оно погибает очень медленно, долго, но в то же время верно умирает. Это касается не только красноухих черепах, это, наверное, даже в большей степени касается степных черепах, которые раньше были достаточно популярны, их часто продавали в наших магазинах. То есть те самые сухопудные черепашки, которых очень удобно было покупать, пускать куда-нибудь там по полу, они где-то там ползали. Вроде как периодически можно было ее кормить, а так, в основном, конечно, животное было продоставлено само себе. Условия обитания для черепахи должны быть максимально приближены к естественным. Для этого нужно предоставить им достаточно места для передвижения и укрытия, горшок с водой для купания, а также оборудовать аквариум и литерариум специальным уровнем подсветки, подогрева и вентиляции. Не менее важную роль играет и питание. Черепахи – травоядные животные, поэтому в их рационе должны преобладать овощи, фрукты, зелень и специальные травяные корма, и пресная вода. Еще один аспект купания. Питомцев нужно мыть хотя бы раз в неделю. Панцирь черепахи должен быть чистым и здоровым, поэтому гигиеническая обработка и доступ к свету должны быть всегда. Немногие знают и то, что черепахи уходят в спячку. Чаще всего это происходит у степных черепах, но красноухие также могут с этим столкнуться. Степные черепахи нуждаются в зимней спячке. Без нее постепенно организм животного слабеет и начинаются проблемы. Организовать в домашних условиях эту зимнюю спячку может не каждый. Это не просто так вот положил ее куда-нибудь там в погреб и все, черепаха спит. Ее нужно готовить, она должна пройти этот курс подготовки, а потом еще выход из печки. С водными черепахами проще, но опять-таки не каждый берется организовать для нее жилище по правилам. То есть необходим свет, необходима соответствующая температура, то есть необходимо вешать ламочку для прогрева, необходимо обеспечить фильтрацию воды. Потому что черепаха ходит фактически в тот же самый водоем, в котором она сидит. Если там идет накопление метаболитов, это так или иначе сказывается на физиологии черепахи, она опять начинает болеть. Несмотря на то, что черепахи кажутся безобидными созданиями, они могут быть опасны для людей. Например, черепахи могут быть носителями различных бактерий, которые вызывают инфекции у человека. Одна из таких – сальмонеллез. В группе повышенного риска дети в возрасте до 5 лет. Поэтому при контакте с черепахами рекомендуется соблюдать правила гигиены и ухода. Не целовать и не обнимать их. После контакта с рептилией всегда мыть руки. Не выпускать черепаху в свободное путешествие по квартире. И регулярно мыть террариум, где она содержится. Как правило, люди заводят этих животных, не имея представления о том, что будет в будущем. Первым делом здесь выступает их роль как переносчиков ряда инфекционных заболеваний, а именно, например, сальмонеллеза. Многие рептилии, в том числе и черепахи, являются скрытым переносчиком сальмонеллы. Причем не всегда симптомы носительства сальмонеллы проявляются внешне. То есть черепаха абсолютно может быть здоровой, но при этом при проведении соответствующих анализов могут быть выявлены сальмонеллы, причем зачастую патогенных штаммов. С гигиеной и уходом разобрались. А что с их размерами? При покупке рептилий чаще всего говорят, что животное не вырастет больше 10 сантиметров, потому что это мускусная черепаха. Но нередко попадается красноухая, которая достигает 30 сантиметров в длину и до 3 килограммов в весе. Они могут быть опасны в основном из-за своих крепких клювов и острых когтей, которые они могут использовать для атаки, если почувствуют опасность. Вот эти черепашки красноухи, которые у нас продаются в магазине, они имеют тенденцию к росту. И характер у них с возрастом становится гораздо более устрашающим, чем у маленького детеныша размером с 5-рублевого монету. Потому что взрослая черепаха при общих размерах около 30 сантиметров имеют весьма мощные челюсти, и большинство из них склонны кусаться. А укус такой черепахи может привести к печальным последствиям. Черепашки могут быть прекрасными питомцами, если обеспечить им правильные условия содержания и заботу. Следуя рекомендациям по уходу за ними, можно избежать опасности и наслаждаться общением с этими удивительными созданиями. Так что если вы ищете спокойного и интересного питомца, который принесет гармонию в ваш дом, обратите внимание на черепах. Они будут радовать вас своим присутствием и станут надежными друзьями на долгие годы. Еще больше интересных фактов об этом отряде присмыкающихся смотрите в среду в научно-популярной программе «Как так». Софья Чугунова, Хафиз Гараев, Кристина Отекина, Универновости. Объявлены обладатели специальной стипендии президента Российской Федерации для аспирантов и адъюнктов, проводящих научные исследования в рамках реализации приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации на 2023-2024 учебный год. Такие стипендии были введены в прошлом году. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин 27 ноября 2023 года. Ежегодно по результатам конкурсных отборов будут выделять до 500 стипендий в размере 75 тысяч рублей. Выплачивать их аспирантам и адъюнктам будут до окончания обучения в БУЗе. Данные выплаты будут финансироваться из федерального бюджета. Список победителей опубликован на сайте Министерства науки и Высшего образования Российской Федерации. В число первых получателей стипендий вошли 7 аспирантов КФУ. 28 июня в набережной Челнинском институте КФУ прошла встреча с делегацией государственной корпорации Ростех. На повестке дня стоял вопрос от тока выпускников общеобразовательных учреждений, которые предпочитают поступать в столичные вузы. Для решения этой проблемы большое значение имеет передовая инженерная школа Киберавтотех, которая помогает студентам развивать навыки, востребованные промышленностью. Благодаря этой программе студенты уже в процессе обучения вовлечены в научно-исследовательскую и конструкторскую деятельность, получают стажировки на крупных предприятиях, участвуют в автомобильных проектах. Это дает выпускникам возможность выбирать наиболее подходящее им место работы и свободно чувствовать себя на рынке труда. Директор института Георгий Котиев познакомил гостей с новым проектом «Школой будущего автомобильного инженера», основной целью которого является мотивация к обучению в области автомобилестроения будущих абитуриентов нашего института, начиная с шестого класса. В продолжении встречи гости познакомились с лабораториями и проектами передовой инженерной школы. Встреча с представителями государственной корпорации «Ростех» подчеркнула важность сотрудничества между вузом и ведущими промышленными предприятиями. Обмен опытом, разработка новых проектов и подготовка высококвалифицированных специалистов помогают развитию образования и промышленности в регионе, что в свою очередь способствует экономическому росту и повышению конкурентноспособности предприятий, стратегических партнеров нашего института. На этом все. В студии была Елизавета Газизянова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok